Виталий Михайлович Егоров Призрак убитой Основано на реальных событиях Пролог Полковник милиции в отставке Григорий Алексеевич Живин Неспеша завтракал в своем частном доме, расположенном далеко за городом И читал газеты, которые жена принесла ему еще прошлым вечером Обычно, даже если времени не хватало, он все равно сразу мельком просматривал свежие издания И оставлял основательное чтение до лучших времен Вчера неотложные дела помешали установившейся привычке Живин смог добраться до постели только к ночи Едва разобравшись в мудреном устройстве своей забарахлившей иномарки Теперь за поздним завтраком он с наслаждением Придался любимому занятию Перелистывал хрустящие, пахнувшие свежестью газетные страницы Живину торопиться было некуда Он отслужил в милиции больше тридцати лет В молодости и в зрелом возрасте работал в уголовном розыске И других оперативных службах Последние десятилетия был на руководящих должностях А два года назад ушел на заслуженный отдых Лежать дома без дела было не в его натуре И он тут же устроился в юридический отдел крупной фирмы Специализирующейся на поставках бытовой химии И всевозможных хозяйственных товаров Теперь жизнь Григория Алексеевича Текла размеренно и спокойно Без суеты и беспокойных ночей Однажды он для себя отметил, что долгие годы службы Пролетели как одно мгновение В его сознании это было словно вчера Когда он, молодой сотрудник милиции Со своей женой и новорожденным сыном Приехал из Иркутска в Якутск Где бессменно отработал почти десять лет В городском управлении уголовного розыска Таня, представить себе не могу Как пролетели годы Сказал Живин своей супруге Как один день Значит, хорошо живем Отвечала ему она Когда жизнь в удовольствии, она и течет незаметно Вот у кого не заладилось Тем кажется, что они в своих страданиях Живут целую вечность Живин утвердительно покивал в ответ жене С которой они в любви и согласии Прожили не один десяток лет Григорий Алексеевич прочитал несколько газет Взялся за последнюю и поморщился Он не любил желтую прессу За злоязычность и постоянное копание В грязном белье всяческих знаменитостей Досадуя, что жена опять купила Эту вот ненавистную ему гасетенку Он принялся быстро перелистывать страницы И взгляд его вдруг упал на заголовок В рубрике «Страшные истории Якутии» На сопке любви видели призрак Сердце отставного полковника милиции Тревожно забилось И он начал читать заметку неизвестного автора Якутске забилуют территориями Где происходят необъяснимые паранормальные явления Здесь порой можно лицезреть нечто страшное, жуткое Одно из подобных мест Так называемая сопка любви Расположенная на северо-западной окраине города Откуда взялось это говорящее название сопки Никто толком объяснить не может Своё имя, скорее всего, она заслужила в 70-е и 80-е годы Прошлого столетия Когда люди стали массово обзаводиться личным автотранспортом И выезжать парочками на природу Ведь на телеге или на санях не отправишься на сопку для любовных утех Наши деды успешно занимались этим делом, не выезжая из города В конце 80-х на сопке любви была изнасилована и убита молодая женщина Знатоки страшных и гиблых мест города утверждают, что постоянно видят её в окрестностях сопки И, что примечательно, только в зимнее время Она в лёгком белом платьице Одиноко голосует проезжающему транспорту Вызывая страх и трепет у водителей и пассажиров Живин нервно усмехнулся Встал и прошёлся по комнате, не выпуская газету из рук А ведь эти убийства мы же и раскрывали Думал старый милиционер, пытаясь унять волнение, накатившее на него Почти 30 лет назад, более четверти века прошло, это невообразимо Надо же, как летит время О призраке в городе заговорили сразу после убийства двух женщин Совершённых с промежутком в полгода Чей же именно призрак имеют в виду люди, которые из двух? Конечно, всё это чепуха, выдумка, но слухи упорные, не ослабевают десятилетиями А вдруг? Опытный милиционер, разумеется, не верил во всякие привидения и призраки Но в последние годы, в силу своего возраста, он всё больше проникался приметами и поверьями С подобным мировоззрением и возможность существования нечистой силы представлялась не такой уж и фантастической Живин отложил газету в сторону, вышел во двор, сел на старенькую скамейку возле заваленки Воспоминания унесли его к давним событиям, произошедшим в окрестностях сопки любви Григорий Живин, 32 года, майор милиции, старший группы уголовного розыска Якутского городского управления внутренних дел По розыску преступников и граждан, пропавших без вести, имел двух верных друзей Оба они являлись его подчиненными, капитанами милиции Тимофею Лапину было тогда 30 лет, Самсону Кириллову 28 Это была поистине настоящая мужская дружба, которой они оставались верны уже долгие годы Хотя вместе отработали не более пяти лет Позже судьба разбросала их по разным милицейским подразделениям В то время друзья не только работали единой командой, но порой и отдыхали вместе после тяжелых дней и бессонных ночей, проведенных в поисках преступников Однажды, отмечая день советской милиции в каком-то непрезентабельном ресторане, расположенном на окраине города Кириллов не рассчитал своих сил, немного перебрал и весь вечер заплетающимся языком повторял один и тот же тост За нас, за танкистов! В тот же вечер действительно выяснилось, что все трое друзей, каждый в свое время, отслужили в танковых войсках С тех пор у неразлучной троицы появилось коллективное прозвище Три танкиста Друзья не обижались на шутку, наоборот, гордились своим новым титулом Первым на пенсию вышел Лапин Вскоре наступила очередь Кириллова Через два года подал в отставку и сам Живин Находясь на заслуженном отдыхе, старые опера не утратили связи Нет-нет, да и встречались, чтобы поговорить по душам Вспомнить былые дни, за приятной беседой пропустить пару-тройку рюмочек настоящего коньяка Который всегда отомился в подполье у Живина в ожидании дружественной встречи Летом 1988 года в Якутске пропала молодая девушка по фамилии Процко Звали ее красивым именем Олеся Она приехала с Украины на заработки, временно поселилась у родственников Девушку приняли на хорошую работу, получала она довольно приличные деньги И, в общем-то, была довольна своей жизнью Однажды Олеся вместе с другими сослуживцами Была приглашена на вечеринку по случаю дня рождения начальница отдела кадров Именинница жила в каменном многоквартирном доме, стоявшем в центре Якутска Звали ее Натальей Поликарповной Была она женщиной строгих правил Все, в том числе и сам директор, ее побаивались Именно она практически и руководила предприятием Расставляла на ключевые посты своих людей Неизвестно почему, но Олеся пришлась по нраву этой строгой даме И та назначила ее, молодого специалиста, на должность О которой сотрудники, отслужившие несколько лет, только мечтали То обстоятельство, что Наталья Поликарповна пригласила в гости новенькую Проработавшую без года неделю, говорила о многом Люди, не приглашенные на вечер, тихо шептались об этом в кабинетах Мол, никак у хозяйки появилась новая фаворитка На дне рождения было многолюдно Еда соответствовала статусу виновницы торжества Паровая стерлядка Молочный поросенок, запеченный в духовке Холодец с языком Колбасы твердых сортов Не весть откуда взявшиеся ананасы и виноград Шоколадный торт Несмотря на горбачевский сухой закон Стол ломился от изысканных вины коньяков Гости стали произносить тосты Когда очередь дошла до Олеси, она покраснела, смутилась, встала и замялась, пытаясь собраться с мыслями Наталья Поликарповна одобрительно кивнула ей Не робей, дескать, говори, что думаешь Уважаемая Наталья Поликарповна Начала свой тост Олеся Поздравляю вас с днем рождения Желаю вам крепкого здоровья Дальнейших успехов в работе семейного счастья Она не стала оригинальничать Выдала набор Стандартный при подобных случаях Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова